Здравствуйте, дорогие хозяюшки! Всем приветик всем тем, кто зашел ко мне на канал. Дорогие мои, сегодня мы с вами будем готовить солянку из кислой капусты. Эта капусточка у меня сейчас такая мягкая. Я ее уже сделала месяца два назад. Сначала она была такая твердая, что прямо кушать невозможно. Потом, когда она у меня закислилась, она сама поквасилась без всякого уксуса, я ее поставила в холодильник, и теперь она очень мягкая, очень ароматная, вкусная капуста. Сейчас мы будем делать солянку из сала домашнего и капусты. Так, что нам прежде всего нужно сделать? Прежде всего мы берем сковородку. Любую сковородку, любую, даже не обязательно, чтобы было покрытие такое, которое хорошенечко снимается. Итак, мы включаем сковородку, нагреваем ее, хорошенечко нагреваем, пока мы сюда масла никакое не наливаем. Она сейчас нагреется. Мы берем сало. Ну вот мы берем много. Я буду делать немного этой капусты. Солянка называется это блюдо. Я буду брать чуть-чуть, половинку, стаканчик, допустим, капусты. Но вы будете смотреть. Ну принцип один, как делать солянку на сале. Вот мы берем сало. Сало у нас здесь вот. Это я сама солила. Домашнее сало базарное. Так, теперь мы берем сало и нарезаем кусочками. Такими кусочками, чтобы они были немножечко толстоватые. Чтобы, для чего, для какой цели? Для того, чтобы сало сейчас у нас, оно выпарилось. То есть, оно жир, чтобы выпустило свое. И не были, чтобы... Если вы сделаете тоненькие кусочки, то оно не будет плавиться, а будет у вас просто вот такие засушенные кусочки. И тогда будет у нас солянка невкусная. Итак, мы берем, значит, вот это сало. Сейчас вот как одна сторона у нас начнет плавиться, мы берем, ну допустим, или палочки там, или же щипцы. И будем каждую сторону хорошенечко переворачивать. С одной стороны на другую. С одной стороны на другую. Вот. Пока у нас не будет здесь вот в сковородке жидкое сало. То есть, сало не отдаст свое то, что у него там внутри. Итак, готово. Вот у нас жирок здесь хорошо плавает. Мы сейчас берем капусту и сюда всыпаем капусту. Итак, открываем крышечку и берем нашу капусточку. Так, мы капусточку сюда... Она сейчас будет. Не выжимаем капусту. Капусточка у нас будет вот здесь вот, прямо с этой жидкостью, которая жидкостью. Так. Ну я буду, я вам уже сказала, что я буду немножечко готовить капусту. Совсем немножко. А вы, если будете много готовить капусту, тогда вы берете побольше сала. Вот. Чтобы сала у вас было побольше, чтобы капуста не горела. Итак. Вот мы мешаем. Прикручиваем огонек. Вот. И теперь мы будем накрывать крышечкой, чтобы у нас водичка эта выпарилась. Ну вот, я накрываю крышечкой и ставлю на совсем на маленький огонечек. Так. Время от времени мы открываем крышечку и помешиваем капусточку, перемешиваем, чтобы капусточка не погорела. Вот. Когда вы узнаете, как узнать, готова капуста или нет, она должна изменить цвет свой. И она будет такая коричневая, ну не, как вам сказать, не горелая, а просто вот коричневая. Вот она уже приобретает свой цвет. Ах, запах такой вкусненький, этой капусточки. Все. Там еще минут 10, наверное, если и не меньше. И капусточка будет готова. Все. Пока мы накрываем крышечкой. И пусть она еще минут 5, 8, 10 у нас тушится. И так, дорогие мои хозяюшки, мы выключили капусту, берем любую тарелку, любую салатную тарелку или какую, ну какая у вас есть тарелка. Вы заметили, что у меня на плите еще горело, тут у меня что-то варилось. Это я варила картошку. Вот я картошку процедила. Сейчас я возьму картошечку и положу в эту варилочку. Возьму пару картошечек, потому что такую капусту, которая называется солянка, очень вкусно кушать с картошечкой. Это у меня картошечка. Как вы уже знаете, это американка. Она очень быстро варится и она очень вкусненькая. Эту картошку вы можете заправить луком, то есть лучок нарезаете и в подсолнечном масле хорошенечко карамелизуете и заливаете. Я буду сейчас заливать просто обыкновенным маслом. Я могу сейчас залить его просто оливковым маслом. Оно не горькое, очень хорошее. Вот мы его польем оливковым маслом немножечко. Так, и теперь пришло время высыпать нашу соляночку. Так, ну вот, мы теперь соляночку сюда. Я вам сказала, что я немножечко готовлю на раз покушать. А вы можете побольше, тогда и сало нужно побольше. Всё. Так, вот у нас капусточка. Наша соляночка, кислая капусточка, то есть солянка. И у нас здесь вот картошечка. Мы можем сюда, вот в это блюдо ещё, посыпать какой-то зеленью. Но если вы будете лучком обрабатывать, ну, это, лучок карамелизовать и посыпать нашу картошечку. Очень-очень вкусно такое. Вот картошка именно с таким вот карамелизованным луком. И вот наша с салом солянка. Так что, дорогие мои, приятного всем аппетита. Она очень быстро готовится, эта солянка. Главное, чтобы у вас под рукой всегда была кислая капусточка. Всё. Приятного всем аппетита. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всё. До свидания. Кому что непонятно, пожалуйста, пишите. Я обязательно отвечу. Всё. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok